В 1958 году США начали создавать в Атлантике систему обнаружения подводных лодок «Сосус». Множество датчиков, установленных на морском дне на огромной площади. О системе много писали и в американской, и в мировой прессе. Но советские подводники неоднократно подрывали авторитет хвалённой американской системы. В 1979 году эффективность «Сосус» проверял экипаж под командованием Владимира Прокофьевича Валуева на одном из катов – подлодке Ка-325. Мы прошли весь поход, прошли и заняло у нас 25 тысяч миль. Вверх на Алиуты, вниз на Гавайи. И противолодочные силы надамериканские нас не обнаружили. Поход показал, что очень много хвалебных, как говорится, речей. Не такие они зрячие противники, как пишут о себе в журналах и статьях. Уже выполнив основное задание, Ка-325 смогла продемонстрировать свои исключительные боевые возможности и при непосредственной встрече с подводной лодкой геополитических противников. Умнее, чем американская, осуществляла скрытное слежение за американской лодкой, которая потеряла бдительность. Этот поход показал, что система «Сосус» не отлажена и несовершенна. В то же время СССР тоже не собирался постоянно рисковать подводными лодками, отправляя их на боевое дежурство к берегам Америки и демонстрируя свои возможности. Районы патрулирования скорректировали, переместив их вплотную к советским границам. Но при этом конструкторы должны были кардинально увеличить дальность полета баллистических ракет. В 1974 году на вооружении ВМФ СССР была принята первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета для подводных лодок Р-29. Дальность её стрельбы достигала 9100 километров. Установили их на подлодках проекта 667Б «Мурена» по 12 ракет на каждой. В США пришли к выводу, что на любой их шаг у СССР готов ответ. Более совершенные, обладающие новыми возможностями подводные лодки. Американцы впервые оказались в непривычной роли догоняющих. Теперь уже им нужно было превзойти русские подлодки. Американские инженеры сконцентрировались на двух проектах третьего поколения — «Агайо» и «Лос-Анджелес». Для охоты за советскими ракетоносцами в 1976 году ВМС США получают первую субмарину «Лос-Анджелес». Она стала самой многочисленной в американском флоте. К 1996 году были созданы 62 такие лодки. Их назвали «охотники-убийцы» за наличие маневрирующих крылатых ракет «Томагавк». Советский Союз ответил целой серией многоцелевых атомных подводных лодок. Первыми из них стали 15 субмарин проекта 671 «Ёрж». У них улучшена гидродинамика, подводная скорость увеличена до 30 узлов, глубина погружения — до 400 метров. Следом появились 7 модифицированных субмарин «Сёмга» и 26 «Щук» проекта 671 «РТМ». Если говорить о 671 «РТМ» проекте, это была переходная лодка между лодками второго поколения и лодками третьего поколения. Самая передовая, самая современная и по своим характеристикам соизмерима с американскими подводными лодками класса «Лос-Анджелес». Особое внимание было уделено снижению шумности «Щуки». Для этого применили ряд принципиально новых конструкторских решений. Одной из главных проблем флота подводного была шумность. Мы превосходили американцев по скорости хода, прекрасно, то есть и все. Но шумели мы несравненно больше. А это недопустимо было, и борьба с шумом была одним из первых задач. У нас была применена двухкаскадная система амортизации. Впервые на лодке были устанавливались винты с семилопастной винтом «Аврора», которые в последующем менялись на винты «Тандем», которые тоже существенно уменьшали шумность подводной лодки. Прочный и легкий корпус был покрыт гидроакустическим покрытием. Даже самая современная техника иногда дает сбои. В субмарине, наполненной сверху донизу электроникой, в условиях повышенного давления и влажности, очень велик риск коротких замыканий. Именно это и произошло 26 мая 1984 года. В этот день капитан-лейтенант Холодилин предотвратил ядерный взрыв на борту подводного атомного ракетного крейсера Ка-247. Был короткое замыкание главного распределительного счета седьмого отсека. Он выгорел, лодка в один момент обесточилась. Обесточилась, полное обесточение ГЭО, и лодка стала проваливаться на глубину, что мы где-то провалились, где-то до 270 метров, потом одержали лодку. Насосы охлаждения ядерного реактора остановились, а без них он должен был неминуемо взорваться. Выход один – вручную опустить компенсирующие решетки реактора, чтобы остановить ядерную реакцию. Крышка реактора достаточно хорошо была нагрета, где-то более 60 градусов. Прыгал, танцевал и опускал эту решетку. Ну, обошлось как-то без взрыва, без пожара. Запустили, завелись. Вот, пришли в базу. Такое ЧП не могло пройти бесследно. Конструкторы старались установить причины аварии и обобщить данные. Выводы часто приводили к изменению конструкции лодки или применяемых материалов. Каждый раз принимаются конструктивные меры наукой и технологами, чтобы этих аварий не было, и чтобы исключить и, так сказать, человеческий фактор. Аварий на подлодках хватало и у американцев. Так, 10 апреля 1963 года погибла субмарина «Трэшер». Мы переживали вместе с американцами. Когда она погибла, и толком непонятно почему. Головная лодка, которую опустили на рабочую глубину, на предельную, она развалилась. 21 мая 1968 года затонула американская подлодка «Скорпион». Вокруг ее гибели до сих пор не утихают споры. Вроде сделали вывод, что заработало взрывное устройство в торпеде, которое находилось в аппарате. Бывает там химия, какая-нибудь колба лопнула и пошло, значит. Ну и командир принял решение выплюнуть торпеду. Выплюнул, а она заработала активно. А у нее, значит, соответственно, самонаведение на шум винтов. Она сделала круг и ударила в корму собственной лодки. Вот вроде такая версия последняя. В 1983 году Советский Союз еще раз продемонстрировал, что по своим технологиям значительно опережает Соединенные Штаты. Подводные лодки проекта «685 Плавник» создавались с использованием новейших научных достижений. Первая субмарина серии К-278 получила собственное имя – «Комсомолец». Я лично был одним из 70 землян, которые погрузились на боевой подводной лодке на глубину 1027 метров, провели успешно все испытания и так далее. И она плавала достаточно долго, считалась лучшей лодкой, единственной, которая погружалась на глубину 1000 метров, стреляла с глубины, ракета торпедами с глубины 800 метров. Все мы это испытали. В 1989 году эта уникальная подлодка оказалась для Советского Союза потеряна. Причины трагедии сегодня доподлинно не установлены. Некоторые считают, что авария произошла из-за технических неполадок. Но существует и другое мнение. Причиной гибели «Комсомольца» могло стать столкновение с американским подводным кораблем, который пытался установить характеристики нового советского проекта. Лодки не просто так ходят по морям, они ищут друг друга. Они друг друга ищут, ходят, маневрируют, заходят друг к другу в корму, выбирают выгодные курсы для стрельбы, условно, естественно. И идет фактически охота друг за другом. Иногда это приводит к столкновениям, их немало. У каждого есть свой сюжет, свои особенности. Несмотря на трагедию, в Пентагоне хорошо понимали, что русские технологии дают СССР фору. Американцы старались не отстать, и в 1981 году флот США получил стратегический атомоход третьего поколения «Огайо». Всего будет построено 18 таких подлодок. На каждой 24 межконтинентальные баллистические ракеты «Трайдент». По мощности они сравнимы со всеми бомбами, сброшенными во время Второй мировой войны. Не зря «Огайо» стали называть убийцами городов. Система «Трайдент» — это система превентивного удара. То есть это тот, кто первый хочет нанести удар, он строит вот такую систему. Каково же было удивление, когда в том же 1981 году в Советском Союзе на воду была спущена самая большая подводная лодка в мире — тяжелый ракетный крейсер проекта 941 «Акула». Размеры лодки действительно впечатляют. Длина корпуса — 172 метра. Высота — 26. Почти девятиэтажный дом. Надводное водоизмещение — 23 тысячи тонн. Подводное — 48 тысяч. Автономность плавания без всплытия — 120 суток. Когда первый раз видишь «Акулу», очень сложно представить, как вообще такое можно спроектировать и построить. Она очень удачная, очень надежная лодка. И вызывает удивление, конечно, сила конструкторской мысли, прежде всего. Потому что это очень сложный механизм. Даже по оценкам западных экспертов, расхваливающих, как правило, собственное вооружение, «Акула» вошла в топ-10 самого смертоносного оружия мира. И один из экспертов военных НАТО, он сделал такой вывод рассказа, то есть он называл ее там «Левиафаном», называл ее там «Ядерным дождем», там много эпитетов красиво говорил. И в конце он сказал, единственное, чего я не могу понять, как русские, которые не могут даже сделать нормальный автомобиль, построили такую подводную лодку.